На сайт нашей программы vera.vesti.ru приходят вопросы от телезрителей. Спрашивает Сергей. Как официально относится Православная Церковь к сообществам анонимных алкоголиков и программе реабилитации «12 шагов»? Давно изучаю литературу по зависимости и созависимости, статьи в интернете, и мнения священников об этой программе порой противоположны. Но я хотел бы, отвечая вам, Сергей, напомнить о том, что говорил на эту тему конкретно об этой программе святейший патриарх Кирилл. Он говорил, я глубоко убежден, что должны приветствоваться любые средства, которые помогают человеку избавиться от алкоголизма и наркомании, если эти средства не связаны с отказом от христианской веры и христианских убеждений. Негативное отношение духовенства к программе «12 шагов» зависит от степени осведомленности. Никаких богословских предпосылок отвергать программу нет. Это слова святейшего патриарха Кирилла. И к этим словам я хотел бы добавить кое-что от себя. На протяжении многих лет при храме, где я служу, действует община анонимных алкоголиков. И я вижу, какое благотворное воздействие эта программа «12 шагов» оказывает на тех, кто страдал недугом винопития или недугом наркомании. А мы воспринимаем и алкоголизм, и наркоманию именно как недуг, как болезнь. Болезнь, которую можно исцелить. Программа «12 шагов» направлена не просто на освобождение от того, что сейчас принято называть химической зависимости. То есть зависимости человека, его тела от тех или иных ингредиентов, содержащихся в алкоголе. Эта программа, по сути, направлена на полное перерождение человека. И в этом смысле многие элементы этой программы созвучны тому, чем занимается на протяжении веков церковь. Вот, например, первый шаг этой программы – это необходимость для человека осознать, что у него нет собственных сил для того, чтобы преодолеть алкогольную или наркотическую зависимость, что ему нужна помощь. Ведь очень часто люди, которые страдают алкоголизмом или наркоманией, они отказываются принимать помощь, потому что они не видят собственную болезнь. Они считают, что болезни никакой нет. Вот этот первый шаг – это признание необходимости помощи. А откуда может прийти помощь? Помощь может прийти от Бога, и она может прийти от людей. И вот, когда, с одной стороны, профессионалы занимаются с таким человеком, а с другой стороны, церковь его помогает, то я вижу на опыте очень многих людей, как благотворно действует эта программа в сочетании с тем, что может предложить человеку церковь. Я хотел бы в завершении этой передачи напомнить вам слова из послания апостола Павла к Ефесиным. «И не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но паче исполняйтесь духом». Я желаю вам всего доброго, и да хранит вас всех Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!